Всем привет! Прошу прощения, что меня так долго не было. Это произошло из-за ряда обстоятельств. Но теперь я вернулась и буду надеяться, что уже больше ничего не произойдет и не помешает мне с вами Вельса. Сегодня я рассказываю о книгах, которые я почитала в тот период, пока меня не было. И хочу начать я со Станислава Требышевского. Это антрополог. Его ролики в бесконечном количестве можно найти на ютюбе. Обязательно попробуйте посмотреть хотя бы один, а лучше два, а еще лучше пять. Ну, в общем, чем лучше, тем лучше. Он настоящий златоуст. И поэтому, когда я услышала об этой книге «Байки из грота», я долгое время боялась покупать. Потому что обычно, когда человек златоуст, он не так хорошо пишет. И наоборот, когда человек просто потрясающе пишет, он далеко не всегда златоуст. Поэтому я боялась озачароваться и очень много сомневалась. Но в результате все-таки лишилась на покупку. Тут есть надпись «50 историй из жизни древних». И действительно здесь 50 историй, но каждая из них представляет отдельный вид рода человеческого, если можно так выразиться, и начинается определенным образом. Сейчас я вам покажу, если, конечно, будет видно. То есть сначала мы видим на цветном фоне, крупным шрифтом информацию, где рассказывается коротко, емко о определенном... Ну, это тут надпись, что географическое место, там, пять миллионов лет назад, допустим. И название останков, которые были найдены, на которых сейчас пойдет речь. Далее идет иллюстрация. И краткий рассказ, который очень-очень-очень краткий. Вот как вы видите, вот оно на буквально одну страницу, хотя бывает и на две, и на три. Ну, вот то, что было домысленно на основе той информации, которая... Вообще, играясь на останки. Пытаюсь говорить хитро-выдуманно, но у меня плохо получается. Потом, наверное, лучше не стараться. И далее идет уже научная информация, но не до такой степени научная, чтобы начать зевать их и ходить спать. Здесь же вы видите иллюстрации, но, кстати, здесь небольшой такой минус. Иллюстрации немножечко такие стилизованные, с эффектом обводки. То есть, когда смотришь на подобный череп, впечатления уже не те, которые были бы, если бы они были не столь стилизованные. И обязательно в конце этой истории идет список литературы, на которые опирался автор. Разумеется, документальный. Чаще всего это зарубежная литература, но встречается, по-моему, как мне кажется, и отечественным. Изначально я немножечко разочаровалась от книги, потому что все написано очень крупным шрифтом. Особенно там, где перед тем, как рассказать научные данные подробно, такая картинка художественную показывает автор. Там вообще очень крупный шрифт. И это немножко смущает, потому что создаются ощущения попытки создать объемную книгу путем вот таких вот хитрых манипуляций. А это как бы не производит хорошее впечатление. И очень много иллюстраций. Это хорошо, да, но тоже смущает. И сначала я думала, что я не очень рада этому приобретению книжного. Но потом я поняла, что несмотря на вышеуказанные моменты, меня эта книга захватила. И хотя благодаря лекциям Рабушевского, которые я с огромной волосы смотрю на ютюбе, я немножко секу фишечку. Все-таки меня это захватило. И я потом, наверное, недели две жила вот этой книгой, может быть, даже больше. Судила современных людей даже с позиции вот этой вот. И даже когда стала показывать подруги фильмы, значит, «Альфа», он про 10 тысяч лет тому назад, как все происходило. Кстати, Рабушевский очень раскритиковал этот фильм. На ютюбе есть это видео, поищите. Но, кстати, хотя я сначала посмотрела «Критику» и только потом сам фильм, я бы не сказала, что там спойлеры, хотя может показаться время, посмотреть, что они там есть. На самом деле, мне они не использовали впечатление от просмотра фильма. Ну, так вот. И когда я подруге показывала этот фильм, там в начале племя, оно стадо бизонов или что это там за звери, я не белок. Они их ведут, гонят в капрыль, с тем, чтобы они там упали. И вот. Способ убийства такой. И подруга списнула руками, скрикнула «Да что же вы твари делаете?». И когда там одного из охотников, один из охотников пострадал, ну, нечестнослужащий, от одного из вот этих зверей стада, она мне скрикнула «Так тебе и надо!». Какую я там ей двинула лекцию про то, что как бы это сейчас мы зажрались, у нас это гроба, но это так. Вышел в магазин, купил все, что тебе надо. То есть с нашим уровнем не надо суетиться из-за добычи еды, так как это тогда происходило. То есть ты можешь себе позволить быть вегетарианцем или каким-нибудь еще варенцем. Можешь быть мясоедом, можешь там обожать молочные продукты, есть только их. То есть можешь любой стиль, как это, пищеварения, ну, вы меня поняли, поддерживать, и это будет несложно. А тогда, извините меня, как бы, что съедобно, то и тащи в рот, потому что завтра этого съедобного может быть не быть. Я сейчас очень выясняюсь, я не добышевский, но вот так и было, то есть надо было выживать вообще. И когда я услышала такую реакцию человека, не посвященного в эту тему, я, конечно, нажала на паузу, много чего ей рассказала. Так что я бы, эта книга, хорошая идея для подарка, в том случае, если человек, которому вы дарите, он студент-антрополог или просто из личных предпочтений непрофессионально интересуется этой темой. Вот таким людям, наверное, в подарок очень хорошо будет, но я боюсь рекомендовать эту книгу людям, которые профессиональные антропологи. Ну, может быть, и можно, конечно, я просто сомневаюсь. Так, далее я буду рассказывать о книгах, которые я могу неправильно произносить имена авторов. Дико извиняюсь, прошу прощения, я не специально по незнанию. Книга Сашенька Симона Монтефиори, совершенно особенная. Когда-то я её уже читала лет десять тому назад. И тогда она очень тронула мою душу, и когда я брала её у коллеги читать, я захотела её перечитать, купить, привезти её в свою личную библиотеку, и подошла к коллеге с вопросом, а вот как называлась, кто автор, она такая, сделала удивлённую лицо, я не тебе не дурала никаких книг читать. То есть, всклероз. Ну, в общем, так оно и... Я потом пыталась искать эту книгу по-разному интервью над сообществом книжных, у меня не получалось. Пока я начала составлять содержание своих личных дневников, и оказалось, я упомянула и автора, и название своих личных дневников, и тут же, ну, выскочала и своё дневное время прочитала. Речь идёт о 20 веке, о революции 17-го года, и героиня книги, она принимала участие в этой революции, и она потом на Сталина... Ну, как на Сталина? Ну, вы меня поняли. Вот. То есть, всё это описывается, как всё это было, и во второй части книги, уже, так сказать, конец 20-го века, и одна семья хочет исследовать свою родословную и нанимать девушку-сторику, которая этим начинает заниматься. Книга чрезвычайно увлекательная, вы увидите, как, что происходило. Быть может, не всегда поверите, в зависимости от вашей точки зрения на то время, но тем не менее. И знаете, что меня поразило? Сначала, когда я увидела имя автора, оно такое выдающееся, скажем так, я подумала, что это просто наш автор, который решил взять такой вот громкий псевдоним, потому что книга была написана человеком, который русскую душу очень понимает. Чтобы понимать русскую душу, надо быть не просто, как бы, славянином. Даже не каждый славянитый понимает нашу душу, а тут такое прям понимание. Ну, я читала, ну, стопроцентное ощущение, что писал русский человек, у которого не просто гражданство русское, а со времен Рюрика, я не знаю, он живет в истории России и весь его род живет. Оказалось, что это англичанин, да, и у него есть документальный труд про Сталина, так что, потому что он пишет, пожалуй, нужно верить. Хотя я не читала, надо будет почитать, но я боюсь. Я все не лишаюсь, потому что время было очень жестокое. В общем, рекомендуем, очень хорошая книга. И по следам, так сказать, вот этих своих эмоциональных впечатлений, думаю, надо еще что-нибудь такое почитать по ту эпоху. И я вспомнила, что у нас в Библиотеке есть замечательная книга, Дашка называется «Пакт». Она тоже о том периоде, когда, после уже совершения революции, в общем, там тоже рассказывается в том периоде, когда Сталин провел балом и рассказывается с помощью такой романтической истории любви, потому что там главная героиня влюбляется и испытывает определенные переживания по поводу своей влюбленности. И вот эта пара, она читателя ведет по историческим каким-то рельсам, куда-то катит, везет, я не знаю, как еще выразиться. Раньше мне эта книга безумно нравилась, но сейчас, когда я перечитала, я испытывала чуть меньше положительных эмоций, потому что... Не потому что я не согласна с позицией автора, или что-то поменялось в моем мировоззрении, а вот то, как она ведет эту романтическую линию, это было немножко необычно, потому что то она полностью забивала на эти отношения и слишком увлекалась пересказом того, что происходило в то время, то это происходило ровно в счетах наоборот, и вот это немножечко... Не то чтобы отвратительно получилось, но вот эти вот метания, они немножечко меня смущали. Далее я хочу рассказать о замечательной книге Тессе Дело, которую я уже не подбирала специально по содержанию, я совершенно случайно ее открыла, правда. Так вышло, что она посвящена примерно тому же временному периоду, что Сашенька и Пакт эпохи Второй мировой. В санатории уже в наше время, ближе к нашему времени, встречаются две престарелые дамы, молодость которых пришлась как раз на 30-е и 40-е годы, когда вот в Германии творилось нечто, и так получилось, что эти две дамы, одна жила вне Германии и наблюдала все это с позиции окружающего мира, а другая находилась в Германии и рассуждает об этом с позиции именно гражданки Германии. И одна винит другую. Та, что снаружи говорит, что вы виноваты, вы должны были остановить этого маньяка, та, которая зонтыгала того, чем лучше, что вы сделали. И вообще вы не понимаете, что здесь происходило, был голод, был... Ну, в общем, она тоже не любит Гитлера, но она пытается донести до своей собеседницы идею, что все не так просто, как это может казаться, что... Я не знаю, как ты передать слова, и он мне слишком сгуден мой ум, но... Верьте мне, это выдающаяся книга, хотя поначалу я подумала, что... Что это? Но потом очень быстро увлеклась, прониклась и прям вот... Прям сердце не до кушать. Впилась эта книга, очень занимательно. Далее я читала Гюстава Флабера, Бувар и Пикюше. Как ни показалось, это такая... Что-то комедийное, потому что... Знакомятся два молодых человека, действия... Или не очень молодых, действия происходят, если я не ошибаюсь, в XIX веке, в Франции. Эти люди, они быстро обнаруживают сходство не только в своей профессиональной деятельности, но и в характерах. Книга повествует о... Их житии, бытии... Это очень влекающиеся люди... То они увлекутся геологией, то археологией, то религиозными какими-то этими веями, то медициной, и всё будет ничего, но они увлекаются этим... с переборчиком. То есть... И все, кто же... Вот рядом, они смотрят на них с недоумением, типа... Пора-пора лечиться... У специалиста... Вот. И... Всё так... Очень легко, очень так... Тынь-тынь-тынь... Большая половина книги я читала очень легко, очень хорошо она у меня зашла, но когда я прочитала больше половины, включились какие-то таинственные тормоза. Я буквально в день читала не больше, чем по две, но максимум пять страниц, вообще не бывало для меня объёмы, и как-то обычно с роликом на конце у меня. И... Я прям еле дочитала. Я не знаю, что случилось, потому что поначалу всё было хорошо, а потом вроде стиль поистований не изменился. Сами герои оставались, в принципе, такими же, как в начале книги, но что-то... Что-то произошло. Я... Я сама не знаю, что там. Далее я прочитала Чарльза Кингсли «Дети воды» книга. Это книга для детей. И она повествует о мальчике, который стал таинственным существом, и о его приключениях. Если бы я читала эту книгу ребёнком, я бы её полюбила больше, чем полюбила бы сейчас, хотя я сейчас ничего не имею против детских книг и историй, но здесь мне особенно понравилась концовка. Не вот концовка-финиш, а то, что происходило в завершающей части книги. Это было очень мудро, очень философски, очень так... здорово и сильно. То есть ради вот этой только части, вот этой небольшой, стоило читать всю книгу. И последняя книга, автор которой Уинфлид Уотсон, называется «Мисс Петтиглер живёт одним днём». Но не думайте тех. Я когда услышала название книги, я подумала, «Живёт одним днём» — это о её характере. То есть она каждый день проживает как последняя в своей жизни, очень ярко, насыщенно, блестяще, содержательно. Оказалось, нет, наоборот. Значение названия таково, что один день жизни «Мисс Петтиглер». В общем, жила-была одна дама, очень бедная и очень безработная. И в поисках работы она направилась к одной девушке, которая оказалась актрисой с очень занимательной жизнью. И так случилось, что наша с вами героиня, она оказалась активной участницей этой бурной жизни и внесла свою лепту в судьбу девушке, которая пришла наниматься на самом деле на работу. Это очень такая, очень лёгкая книга, очень такая занимательная. и если вы хотите поулыбаться и провести свой досуг с удовольствием, на позитиве, то вот, пожалуйста, мисс Петти Грюн вам в этом поможет. Ух, я на самом деле уже устала говорить, потому что за свой период отсутствия я почитала большее количество книг, о котором привыкла рассказывать видео и челюсти языка у меня немножко устали и пора прощаться. я уже начала заикаться. В общем, до скорых книг. Пока-пока.